Девушки отдыхают 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 Ну и все. И вот у нас получится сечение провода на три витка. Да, на три витка. Там же будет у нас из минских проводов один провод. Понятно, да? Валентин, а еще, знаете, какой вопрос? Мы же сначала вот этот двигатель... Получается, мы сначала генератор будем делать или двигатель? Нет, двигатель. Двигатель мы сделаем. Очень мощный двигатель. Все там, дикие мощности получится. Нет, а если мы ему тогда статор намотаем вот этими короткими катушками, тогда нам придется на него, ну, напряжение низкое и ток большой давать. Ну, ток большой, да. Вот смотрите, если хотите малый ток подавать туда, ну, тогда нужно мотать побольше. Ну, вот тогда, может быть, проще примерно столько же, сколько у вас туда и вмотать, в общем-то, да и все. Если в качестве мотора его использовать. Ну, дело в том, что мы его тогда не сможем на полномощность запустить. Поменьше надо, я понял. Сечение побольше, но провода поменьше. Ну, на мотор сколько-то... Ну, да, ну, сечение, точнее, обмоток меньше. Вот обмоток у меня, по-моему, было 10 либо 11 литков. Ну, нужно 3 достаточно, но тогда... Ну, мы его можем тогда так, вот. На малых мощностях использовать и все КПД вычислить, ну, на один, там, 2 киловатта и все. Вот. А, ну, тогда малые токи будут. Вот у меня мы использовали ток 0,1 ампера. Ну, и что, в 10 раз порядка 1 ампера будет. Ну, нескольких ампер, ну, 10 ампер. Что ж, мы не найдем 10 ампер? Ну, конечно, найдем. Так, ну, и все-таки, тогда давайте 4 виточка остановимся тогда. Ну, давайте 4 виточка. Все, хорошо. Вот, 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 вот сейчас уже все конкретно определились. Ага. Все. Я думаю, 4 витка очень много, ну, ладно. Чтобы, ну, у нас сейчас не, лишь бы, лишь бы запустить это дело и сделать нормально, более-менее. А там мы уже 200 вольт можем найти, 10 ампер мы можем найти 200 вольт на 10, получается уже 2 киловатта. Ну, все, да? Да, да, все. Вот, вот, вот сейчас просто в голове до конца все сложилось, как бы, а то некоторые вещи еще... Ага. Да-да. Все, спасибо, до завтра тогда, добро. Хорошо. Ага. Я так и думал, короче, 4 витка. Одна катушка, короче, 4 витка. То есть, вот, у нас... Вот, у нас этот бублик. У нас каждая катушка всего-навсего 4 виточка. То есть, вот. Тик. Раз, два, три, четыре. Вот такая будет катушка. Только вот этот провод будет состоять из много-много проводочков толщиной 1,25 миллиметра квадратных. И сколько будет жгут свернутых проводов? Ну, это надо сейчас по окну еще раз посчитать. Посмотреть, сколько они там, эти, начертили у SX-City, эту бумажку у них с автокада. Чтобы они скинули. И посчитаем, сколько окно, и будем точно знать, абсолютно, сколько провод туда влезет. Вот и все. Четыре витка всего какой-то, но... Простое устройство? Ну, ты вот на такую фигуру, вот так вот изнутри, четыре витка не накрутишь, что ли? Угу. Все. Нет, вообще, сам по себе двигатель, вот то, что ты увидел компоновку лимаска, чем это отличается принципиально? Просто никто не давал экспертной оценки. Вот ты проанализировал сейчас, все, пошла работа. Дай свою оценку, как человека-ремонтника, настройщика, создателя этих гаджетов, девайсов. В чем уникальность лиманского? Потому что никто так вообще, в принципе, я таких конструкций не видел нигде. Вот и все. Я видел всяких разных старых стабилизаторов скорости, на двигателях, а не на щетках стоят, всякие штучки, коллекторы конусные, но чтобы вот такое исполнение было, чтобы стоял коллектор и крутили щетки вокруг него, я не видел. Отсюда все вытекающие последствия, потому что никто вообще не задумывался, что будет происходить. А то есть такого нигде, ни разу, никто никогда не делал, да? Да, со стоячим вот так коллектором никто не видел, я ничего не встречал, ни чертежей, хотя я много чего пересмотрел, и в живье увидел. И в этом уникальность, как бы, предложение. Поэтому никто не пробовал, и вот и все, как бы. Я, соответственно, не думал. Ты абсолютно убежден, что мы создаем устройство с огромным тяговым усилием при минимальных затратах? Да. Да? Да. Ну, а то, я не знаю, конечно, больше там ста нарушится, там весь, как бы, закон, там, общепринятый или нет, но сто процентов, что он точно должен быть. Ну, это все измерения, ну, пока точные. А так, на ощущение, как бы, субъекты нет. Да. И управление, то есть, сегодняшняя элементная база и уровень, и станочный парк позволяет нам, в случае всеобщего одобрения, наладить массовый выпуск огромных разновидностей, данных простых и, главное, дешевых. Потому что при серийном выпуске это копейки будет стоить. Конечно. Там же это все упростится. Это сейчас делается, как бы, заточкой все-таки под самое лучшее, как бы, а потом худшее получится, как бы, добавить само. А потом же это все, как бы, понимая всю суть, как бы, совсем-присовсем, можно сделать гораздо проще и дешевле. Ну, круто. О, до 10 минут мы сможем успеть формат мобильного репортера. Это и есть мобильный репортер Ярослав Старухин, который занимается научно-изыскательной деятельностью, в результате которой в прямом интернет-эфире делаются сметы, созваниваются с учеными, выкладывают в сеть интернет, чтобы встретиться с главнокомандующим и обсудить в прямом интернет-эфире. Возможно, в Вести это и покажут. Стоп, снято. Сегодня у нас 17 ноября 2014 года. Московское время, 23 часа 14 минут. Специально для канала Вести.